МАЁВЧУК 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 Я поэтому освободился в 1956 году, но МАЁВЧУК вернулся, тут родные, конечно, все близкие. МАЁВЧУК 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 Я уже абсолютно погрузилась в их среду. И вот она говорит, замуж выхожу. Нет, она не сказала мне замуж выхожу. Выхожу от нее, не ее терминология. Вот Толя. А Толя вышла замуж от Толи Капсон, который настолько замечательным существом был. Я его так любила, что Майка мне, когда она написала про Толю, про его гибель, он покончил свободу, повесился в Израиле, не мог выжить этого. И она мне писала, Верунчик, если бы я могла скрыть от вас Толину смерть, я бы это сделала, но это невозможно. Потому что Толя для меня было воплощение того, что дает полную надежду на воскресение страны, на эту живую помощь каждому. Это желание делать что-то, причем не у Толи был настолько по натуре его характер. Делать добро, что о каких-то расправах он никогда не говорил. Очевидно, в бою, может быть, он не думал об этом. Но первый – помочь в лагере, куда поехать, кому помочь, заболел, кому помочь. Причем это с таким вдушевлением, с такой искренностью, с таким темпераментом. Я говорю, боже мой, Толя, это вот наша надежда. Друзья, но я не забуду этого зрелища. Какой это был аэродром, не могу вам сказать, но вы, конечно, все это знаете. Я помню, в кресле где-то в середине сидела уже совершенно старая дочь Чуковская Лидия Корнеевна. Она очень любила, уважала Толи, он тоже ее учтил. Инвалидом ее привезли, она сидела. Зал этот огромный, народа был у нас, был полный. Приехали из Сибири какие-то его бывшие ученики, потому что слух разнес, что он долго к этому готовит. Какие-то теперешние, КГБшние ученики, какие-то бывшие учителя, которые сделали. Просто какие-то люди, как для нас люди с улицы, которым он помогал. Это было такое, понимаешь ли, действительно прощание. И Толя говорил, спасибо вам всем, вы пришли на мои похороны. И только, конечно, у всех было. Толя, родной. Неужели вы будете думать, но он не мог. Вот эта майка тоже, ах, у него психические отклонения. Да, у человека могут быть психические отклонения всю жизнь, но почему-то очень часто направлены на обратное. Почему здесь Толя? И голод, и холод, грузчиком работал день и ночь, чтобы семью содержать. Толя кольцово жалобы не слышал от него. Он совершенно не мог выжить в Израиле. Он писал Даниэлю, с которым был гружен. Знаешь, почти цитирую. Вот бывает скарлатина. Некоторые выживают от скарлатина, у них нет последствий. У других есть последствий, но некоторые умирают от скарлатины. Я умираю от скарлатины. Понимаешь, я бы сейчас был под последним каким-то московским забором сидел, а передо мной течет река Иордан, здесь Гессиманский сад. Это не для меня. Это не мое. Я должен быть там. Потом там есть ужасная фраза. Если бы только знать, что это не навсегда. Подождать бы тоже какой-то два года. Очевидно, обострилась какой-то. Ну, не буду здесь, конечно, диагноз сами. Вот то чувство абсолютной части какой-то страшной жизни, где он был повезен и поэтому был счастлив. Куда он не приходил, он вносил в жизнь какой-то юмор, шутку, уверенно больному какую-то уверенность в выздоровлении. Понимаете? Каким-то загнанным в веру в будущее и справедливость. Понимаете? Вот какое-то активное добро. Вот. Все в нем кипела молодость и, действительно, жизнь, которая такая должна была быть. А там ему пророгали в Говарский университет, какие-то на русском языке лексичные. Нет. Ему пен-клубы какие-то. Он написал кое-что. Понимать нет. И вот такая ужасная вещь случилась. Толя к своим ученикам, а ученик хороший, заболел очень тяжелой какой-то болезнью с рожками. Толя, конечно, что решает. Идти навестить. Берет любимые книги, любимых поэтов. Идет. И вообще, ну, моя фамилия и все. Он с этим ребенком, так сказать, взрослым уже мальчиком, навестил его. Потом папаша вышел. И тут Тошка, для него они сомнения на Тошку нашли. Когда тот, тем более, заговорил с ним, ну, естественно, очень дружелюбно, что вот, конечно, ну, во-первых, за сына благодарил, а у Тошки уже что-то лошено. Когда тот сказал, что он композитор, то у Тошки еще яснее старой мысли. А потом уже совсем, что понимает, что пострадавшим или там что-то, то у Тошки уже все прояснилось совсем. И тогда у него головка заработала, что надо было бы как-нибудь это высказать. Но и Майя, и я, умоляю его, не разоблачать, не ходить, не надо это, понимаешь? Все это знают. То те, кому нужно знать, то есть вот мы близкие, что-то, Шура, вот почему я и говорю. Я тебе, по-моему, рассказывал, почему тогда, как это было, когда научный старт. Явился мне Мишата, вот тогда вместо него, Мишата, которого и духа не было. Там просто он вместо Шуры выступил, потому что для Шуры это было невозможно, он был осведомитель. Это ужасное было открытие под конец, конечно. Ну, вот. Но тут вот Тошка говорит, я мне почему-то хотелось прямо ему по голове или шею свернуть. Но я вспомнил и сказал, я хотел бы, я упожу на порощание и хочу вам напомнить, очевидно, о наших общих друзьях. Есений Вольпин и Прохоровый, вот, тот совершенно шевел и ушел. Потом Толя ему сказал, тот что-то зарепетал, они все, Толя сказал, вы предатель, а у предателя нет заслуг и ушел. Он очень гордился, что он действительно по своему характеру ничего не сделал. Кстати, Толя считал, что сыну надо было все рассказать. Где-то он потом, кажется, это сделал, а сын сказал, мало ли, что вам женщины что-то наговорили. И вот, когда я поступлю в университет уже, я поговорю с там Есениным Вольпином. А Тошка сказал, ах, вот ты какой, ты хочешь сначала, значит, да? Ну, ты не мой ученик вроде, даже в сыне разочаровался. А сын, конечно, я считаю, он психически как-то действительно сдвинулся. Но идея такая, освободить отца от всяких подозрений. Но это невозможно. Ну, вот когда, почему, я говорю, Миша пишет, что не доказано. Лежат три доноса матери, сестры и лучшего друга, который даже не присутствовал. Но со слов Шуры, спасти Шуры, у Шуры не было свидетелей. Сидели просто мы, и маленькая двухлетняя девочка бегала, и сестра моя. Подойти вниз в улице нельзя было, потому что занос и снег, первый этаж, закрытый окон. И Шура безумно боялся. И вот уже хочу сказать, что нельзя лилить в душе ненависть к этим людям. Шуры был человек действительно невероятно одарённый. Не только в музыке. Говорят, он был гений, может, и гений. Но вот эта формула, что гений и злодейство настолько неправильная. Всем известно об Энвену Тучагии, о Кристофоре, о том самом Мару, великом писателе, который умер в пьяной драке в кабаке, а был шпионом Елизаветинского двора. Он написал Фаусту так, что он до сих пор соперничает со мной. Это разные совершенно вещи. И то, что какой-то приходил ко мне, скажите, ну ведь гений и злодейство был. А кто такой был Франсуан Линьон, который, кажется, даже и на вислице погиб? А неизвестно какой был Фаустуан, его обвиняли в том, что он отравил Джорджоне, позавидовал в Венере спящей. Ну, в общем, не надо этим мерить. Это как грубые глаза или высокий или низкий рост. Это дар Божий, но у женщины дивный голос, она поет. Это не значит, что она, допустим, лучшая мать на свете. Она может быть ведьмой, она может быть прелестной женщиной. Нельзя соединять. Шура был человек совершенно сломленный и физически. У него осталась одна треть желудка после операции. И морально вот тем, что при его вот даровании его вышвырнули из консерватории. И вместе с тем вот все-таки давали жизнь. Давали жизнь. Но при условии, конечно. Наверное, тут было. И я, наверное, думал не только о себе, о мате. И о сестре очень больной. Редактор субтитрова Корректор А.Егорова И до сих Onenden. Меча субтитрова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Кублин ela consequences!! И ты had следилוכъем сообщением. Субтитрова Корректор А.Егорова